Юмичу бесстрашно бежит чужой собаке! Юми, стой! Юми! Юми, стой! Я надеюсь, она Юмичу не пойдет сейчас чужих кур мочить и воровать. Покемон! Покемон, стой! Юми! И вот наш дрон летит к гигантскому гнезду. Еще немного, и вы увидите очень близко того, кто там обитает. Вот и мама прилетела! Привет, я Анимэджик, со мной тут мои питомцы, и сегодня будет еще один эпик-влог, как вы любите. И я впервые буду запускать наш дрон. Первый пробный полет у нас будет низкий, на нашей территории, чтобы посмотреть и заснять реакцию собак, а может быть даже кисы Алисы, если обнаружим ее где-нибудь во дворе. А дальше мы уже поедем на машине туда, где в прошлый раз мы обнаружили огромное гнездо аистов на водобашне, недалеко от заброшенной церкви. И попробуем при помощи дрона заглянуть в их гнездо, чтобы увидеть, вылупились их детишки уже или еще нет. Кстати, в прошлом влоге, когда я рассказывала про наш корм платином для собак, я увидела, что многие в комментариях писали, что раньше никак не могли его попробовать, потому что не получалось его нигде найти. Так вот, у меня для всех нас просто офигенные новости. Во-первых, он сейчас есть в 25 городах России. Именно вот в зоомагазинах вы можете пойти его и купить. Ссылку на список городов я оставлю в описании, можете проверить. Ну, понятное дело, что его всегда можно заказать на сайте практически куда угодно. Но самое еще крутое и главное, это то, что он появился сейчас в Гудс и в Вайлдберрис. Ну, по крайней мере, даже в нашей деревне есть Вайлдберрис. Так что сейчас, мне кажется, стало все намного проще. Обязательно попробуйте дать своей собачке. И я уверена, ей очень понравится, потому что все-таки это настоящее мясо, а не какой-нибудь хухры-мухры, да? Предлагаю дать нашему новому роботу другу имя. Может, Гарри, типа как Гарри Поттер, он уже летает. В общем, пишите в комментариях свои предложения, и в следующий раз я скажу, как мы благодаря вам его назвали. Ну что ж, первый низкий запуск, да? Погнали. Расходимся сейчас все ради безопасности. Давайте, идите, выходим, уходим. На пульте управления дрона у нас написано, что он ready to go, то есть он готов лететь. Сейчас мы поднимаемся. Ох, ребятки, ну в честь такого события вы сейчас просто обязаны подписаться и поставить все уведомления в колокольчике. Летим вместе к трём миллионам. Давайте скорее. Дальше реакцию собак мне всё-таки пришлось озвучить на монтаже, потому что звук жужжания дрона перекрывал мой голос. При первом взлёте и посадке собаки в целом отреагировали спокойно и даже с интересом, что же это такое взлетает и садится, это какое-то животное или кто. То есть, когда дрон взмыл в воздух, они, конечно же, инстинктивно отпрыгнули, мало ли что, но когда я приземлилась, они подошли и обнюхивали непонятное для них создание. Юми даже умудрилась залезть своим мокрым носиком прямо дрону в глаз. При втором взлёте все, кроме Юми, решили, что безопаснее будет засесть на крыльце и наблюдать со стороны. Кто это тут такой летает? Фиг знает, что произойдёт дальше. Юми больше всех интересно, что же это за штука такая. Так как это мой первый раз, я, конечно, ещё далеко не идеально управляю дроном и часть кадров сюда не попадут, потому что они кривые, косые, и камера смотрит вообще не туда, куда надо. Кроме того, я летаю пока что немного дёрганно. Но фишка ещё и в том, что собаки не понимают, что этой штукой управляю я. Поэтому занимаются своими делами, не зная, что я вижу всё, что они делают в экран телефона. Например, Эйван писает в неположенном месте. Все остальные собаки ушли туда за дом, мы сейчас туда и полетим. И попробуем за ними последить. Оказалось, что Софиша ушла не за дом, она была за стеной и наблюдала за летающим чужаком со стороны. А вот Эйвана и Миши поблизости не было, и я решила найти их именно с помощью дрона. Как вы видите, в целом Юми и Софи, например, не сказать, что его боятся, они просто следят за ним, не понимая, что вообще происходит. Но когда дрон делает резкие движения, для них это кажется опасным, и они дёргаются вместе с ним. А вот и Мишка нашлась с другой стороны дома. При первых полетах Миша игнорировала дрон, но через время он начал её напрягать, и поэтому она решила держаться от него подальше, и даже убегала от него. Хотя при этом оборачивалась, останавливалась и бодренько махала хвостиком. А потом снова убегала. Короче, дрон, когда питомцы к нему совсем привыкнут, это очень крутая возможность, спрятавшись куда-нибудь, снимать их скрытой камерой и следить, чем они без меня занимаются. Например, стоят и нарушают наше семейное правило, лают просто так на ворота и ведут себя как дикари. Я думаю, что сделаю из новых кадров с дрона отдельное видео с озвучкой собак голосами, как я делаю на их личном канале Magic Pets, и я выложу это в их инстаграм. Так что те, кто подписан на инсту питомцев, очень скоро увидят этот уникальный видосик. К сожалению, в эти несколько первых низких взлётов, пока мы снимали на улице, кису Алису я не обнаружила. Но так как она кошка, у неё может быть совсем другая реакция, ведь кошки охотники на птиц, а дрон она вполне может принять за большую птицу. Так что, если хотите отдельное видео про кошачью реакцию, ставьте лайкосик. А через время собаки практически перестали обращать внимание на дроны и реагировали только на его резкие движения. Первый полёт прошёл успешно, так что теперь пора подняться на настоящую высоту и посмотреть, кто же обитает в том самом гнезде. Ребят, помните, я в прошлый раз предложила вам новую исследовательскую рубрику, где я с кем-нибудь из собак буду изучать местные заброшенные места. Ещё и с дроном снимать по-настоящему, с высоты, со всех ракурсов. Короче, если вам нравится эта идея, ставьте лайк. И если мы на этом видео соберём, ну, хотя бы вот 50 тысяч лайков, то следующее видео будет уже из одной из заброшенных школ. Всё, а теперь погнали. Итак, сегодня я попробую снимать наш эпик-влог на вот эту вот камеру, а не на мою, как я делаю это обычно. То есть вот с ней реально удобнее передвигаться и проще снимать влоги. Но если качество вам покажется прям разительно хуже, то я буду снимать, как обычно, на свою камеру, поэтому обязательно потом напишите. Сегодня я беру с собой Софи и Юмичу. Заходите. Вот молодцы. И, как вы видите, я в прошлый раз стелила такую специальную штучку для собак, защищающих сиденья. В этот раз я просто положила сюда вот эту вот нашу переноску домик. У него ещё есть крыша, но я крышу убрала, и на плече его можно носить. Но он будет для них как сиденье. Софи, 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 вернись обратно. Четверых собак на такое ответственное задание брать я не рискую. Ну, а когда поедем снимать обычный влог, я, конечно, всех четырёх возьму. Ну и понятное дело, до того, как заехать к Кайста, мы ещё погуляем немножко. Уже через минуту у нас небольшая остановочка. Только я вышла из машины, Софи сразу же вылезла смотреть в окно. И Юми там подглядывает. Куда же я ушла? Неужели я их так оставлю? Не оставлю, конечно. Пошлите. Юми, стой! Юми, стой! 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 Машина едет! Кто команду дорога учит зря, а? Юми Чу самая молодая, и ей нужно развиваться. Во-вторых, я заметила в ней такую лёгкую трусоватость, которую мне бы хотелось из неё искоренить. А это делается именно большим количеством путешествий, развитием мозгов, бесстрашия, заинтересованности. А вот с Мишкой такая ситуация. Она уже ко мне попала взрослой, и она, как вы просили меня говорить, особенная. То есть у неё уже сложился характер, она пугливая, скромная, медлительная, у неё более медленное мышление, реакция, и, к сожалению, это уже не изменить. Можно чуть больше тренироваться, но уже все эти качества в ней заложились до того, как она у меня появилась. И к этому ещё добавляется, что Мишка не очень чем-то интересуется, она больше боится и нервничает. Даже вот по совету зоопсихолога, ей не нужно слишком часто менять обстановку, то есть нельзя, чтобы уж слишком часто что-то с ней происходило. Собака какая-то где-то большая лает. А, вон она стоит. Короче, а у Юмичу есть все шансы как раз быть сообразительной, быстрой, такой вот активной, потому что, во-первых, ну она молоденькая, во-вторых, у неё другой характер, она выросла с нами в семье. А почему я взяла Софишу именно с собой? Юмичу вот так и хочет к этой собаке пойти. Юми, Юмичу нельзя! Не ходи туда. Вон она там стоит. Короче, Софиша для Юмичу очень хороший пример в бесстрашии активности и заинтересованности. Это первое. А, во-вторых, у Юмичу нет конфликтов с Эйвоном. То есть у них хорошие взаимоотношения, а вот с Софией у неё такая вот конкуренция, как бы кто круче из них. И поэтому совместные прогулки для них очень полезны. Они могут вместе гулять, решать какие-то свои проблемы. Сейчас пойдём выполним небольшое задание для собак. Пока идём, скажу вам один очень интересный лайфхак. Если вот ваша собака оказалась не на поводке у вас, вы не совсем хорошо её можете контролировать. И она, например, от вас всё время уходит куда-то, убегает, гуляет где-то сама по себе. И когда вы её зовёте, она к вам не подходит. Самое главное, что вам нужно сделать, это каждый раз, когда собака сама к вам подходит, её хвалить лакомством и говорить команду, иди ко мне, иди сюда, молодец. Второе, это часто гулять с собакой, потому что на самом деле основная причина, почему собака отвлекается на прогулки и не хочет подходить к вам, это её интерес. Это означает, что вы гуляете с ней редко и помалу, и поэтому ей всё интересно, ей не хочется отвлекаться, она вас и так дома видит. Поэтому чем больше вы будете гулять, тем заинтересованней вас на прогулках будет ваша собака. Особенно, если вы будете с ней чем-нибудь заниматься совместным, играть или ещё что-то делать. А лайфхак заключается в том, что если ваша собака на вас не обращает внимания, то обратите сами её внимание на себя и начинайте убегать. Тогда собака априори просто инстинктивно побежит за вами. Вот сейчас проведём эксперимент. Юми опять писает, как мальчик. Метит тут всех. Я постараюсь, чтобы они на меня не обращали внимания. Вот, шли, занимались своими делами. Вот, смотрите, они там сами по себе ходят. Юми, Софи! Видите, собаки неизбежно догоняют, потому что они не хотят остаться без хозяина. Короче, я сейчас подготовлю вкусняшечки и спущусь вот сюда. Я здесь увидела вот такую вот трубу гигантскую. Юми уже за мной, походу, собирается спускаться. Но Юми, по-моему, даже впервые Софи спускается. Всё-таки возраст даёт о себе знать. Софишке в этом году исполняется 9 лет. И сейчас задача будет пройти эту трубу насквозь. Она довольно длинная, и это довольно интересное задание, потому что, ну, я не знаю, пролезу ли я здесь, в этой трубе. Давайте. Юмичу, не бойся. Иди сюда. Пошли. Давай-давай. Софиш, пошли. Так, Софиша Юми опередила. Молодец. Пошлите дальше. Так, я проползаю. Очень тесно. Девчонки преодолевают препятствия вместе со мной. Сейчас будет тренировка на послушание. Я говорю ждать. Ждать. Перехожу по земле на ту сторону трубы и зову их там. Идите сюда. Ну, вы дождались. Молодцы. Умницы мои две девочки, да? Давайте. Юмичу бесстрашно бежит к чужой собаке. Юми, стой. Юми, Юми, стой. На самом деле, я знаю эту собаку. Это местный бигль. Он тут гуляет. Он вообще не агрессивный. А может быть, Юми нашла себе нового друга, а? По-моему, они могли бы подружиться. Я его знаю. Да он сам скажет, трус такой убегает от тебя, Юмичу. Привет. Юмичу очень хочет подойти, познакомиться. Софиша лает вместо этого. Ну все, познакомились? Классный парень, скажите, да? Классный парень. А, Юми такая. Заигрывать с ним, что ли, собрать. Знакомство. Знакомство собак всегда происходит через зад. Ну, я не знаю, почему так природа сделала, скажите мне. Все, девчонкам он стал уже неинтересен вроде как. Они сказали, ладно, мы пошли. А ты охраняй свой дом дальше. Чем опасна данная ситуация была сейчас и где была моя ошибка? Давайте вместе разберемся. Я думаю, каждый, у кого есть собака, сейчас понял, в чем была моя ошибка. В том, что я допустила возможность, да, своей собаке подойти к чужой собаке. Точнее, я-то в данном случае уже поняла, что это за собака и поэтому разрешила. Я знаю его очень хорошо, знаю, насколько он не агрессивный и добрый парень. Но если бы это была другая собака, вот это уже случилось. Страшная, опасная ситуация с чужой собакой. Она бы могла ее загрызть, если бы она была какая-нибудь бешеная или злая. Я бы не могла проконтролировать ситуацию. Именно поэтому я говорю, в чужих местах, не зная, что вокруг происходит, ходите, водите свою собаку на поводке. В данном случае это не совсем ошибка, но если бы это была чужая собака, это было бы капец какой ошибкой, что я не остановила свою собаку и не взяла ее на поводок. Все, познакомились, пошлите. У меня с собой есть всегда здесь всякие штуки, например, рулетки, миска вот такая вот с собой складная. И перед любой поездкой я беру с собой свежую воду. Это просто обязательные вещи, которые я беру с собой. Вода, складная миска, вкусняшки, если это тренировка или еда, если мы надолго куда-то едем. А шейники, рулетки или поводки, желательно еще на всякий случай всякие салфетки влажные, полотенчики и аптечку. Юмичу тоже немножко попила. Все, да? Софишка вообще у нас водохлеб, она очень много пьет всегда. Мы подъехали к водобашне, вот она, церковь тут. И вот там чья-то головка торчит в гнезде. А еще, так как все мои четыре собаки, пока что, маленькие, может быть, у меня будет большая уже, наконец-то, в скором времени. И двум из них, ну вот реально, еще чуть-чуть и по 10 лет, то есть для собаки это большой возраст, это не как человеку 10 лет. У меня есть вот такая вот кенгурушка, и когда кто-то устает и просится на ручки, я поочередно могу их так в путешествии носить. Это очень удобно, как вот штука такая для маленьких детей, только она специально для собак. И этой штуке уже очень много лет Софиша, вот точно так же, как сейчас, в такой штуке в кенгурухе ездила еще в Таиланде. Здесь, кстати, вот такая вот сеточка, и животик дышит, охлаждается хорошо. А Юмичу, Юмичу такая напряглась, что за фигня? Она увидела кур. Я надеюсь, она Юмичу не пойдет сейчас чужих кур мочить и воровать. Эй! Там вышел хмурый дядечка, и я запретила Юме подходить с курицами знакомиться, мало ли что. Покемон! Покемон, стой! Юми! Здрасте! Софи с интересом за ними наблюдает, порыкивает, но она же ничего сделать не может. Юми! Коровы прямо к Юме пошли, они тоже хотят с ней познакомиться. Они такие, ты кто? Она такая, я маленький покемон. Фу ты! Ладно, мы лучше пойдем, не будем рисковать, пойдемте настраивать дрон и запускать его. Айс прилетел! Пока мы там ходили-бродили, видите, он прилетел, прилетел Айс, то ли мама, то ли папа, но кто-то сидит на гнезде. Ну что ж, ребят, ответственный момент наступает. Сейчас мы узнаем, что же там такое. И от этого будет зависеть, продолжится эта история на нашем канале или нет. И вот наш дрон летит к гигантскому гнезду. Еще немного, и вы увидите очень близко того, кто там обитает. А живут в этом доме два Аиста, папа и мама. Я думала, у них уже родились детки, но судя по поведению Аиста, он высиживает яйца, поэтому скоро мы увидим, как они вылупятся. Обычно это происходит в конце мая. Я это узнала, потому что пока готовила это видео, мне захотелось рассказать вам пару интересных фактов об Аистах, которых мы случайно нашли вместе с вами в дикой природе. Это белые Аисты, и они улетают из России на зиму в Африку и Индию, а к весне возвращаются к своим гнездам и приводят их в порядок. Так эти птицы очень любят свои дома, прям как люди. И самому старому гнезду Аиста, в котором жило много поколений птиц, было 380 лет, капец. Размах крыльев у них может достигать двух метров, вы представляете? Мы видим его сейчас вроде маленьким, но какой он на самом деле огромный. Тогда какого размера это гигантское гнездо, по-вашему? Так вот диаметр гнезда белого Аиста может быть и полтора метра, а вес до 250 килограмм. Я в шоке, 250 кг. В этом гнезде живет два Аиста, позже я покажу, как прилетел второй. Так вот, как вы думаете, они женятся? Свободный самец Аиста берет в жены первую же самку, которая прилетела к нему в гнездо. Самую первую попавшуюся. И они высиживают яйца по очереди. Самка занимается этим ночью, а самец днем. То есть сейчас мы видим папу, а не маму. Кстати, единственная страна в мире, в которой всегда была запрещена охота на Аистов, это Япония. Все-таки, ну, люблю я японцев, а? То есть каждый раз, как в течение какого-то периода времени, приезжать с дроном и проверять, какие изменения. Чтобы увидеть итог все-таки, в конце концов. Ребята, вы, наверное, не поняли сейчас, почему я в другой одежде. Я переоделась, надела кулон. Я, короче, на самом деле сделала пару фоточек для своего инстаграма. Подписывайтесь. Я надеюсь, меня слышно, а то ведрище какой-то дует. О, смотрите, вот и мама прилетела, а папа полетел на работу. Искать корм. А у меня в самый неподходящий момент сел дрон. Ну ладно, теперь будем ждать, когда вылупятся их детишки. Учиться полету птенцы Аиста начинают в двухмесячном возрасте. То есть в начале июня мы увидим малышей, а в июле снимем, как они учатся летать. Самое стремное, что дрон сел, батарейка села, нужно иметь запасные с собой. Ааа, капец, я упустила самый эффектный момент. Заходи давай. Старушка моя, еле идет. Ну что такое, давай скорее едем. 50 тысяч лайков, и я еду снимать новую рубрику вместе с дроном. Пишите свои комментарии, подписывайтесь обязательно на канал, проверяйте там колокольчик, чтобы все было. И переходите по ссылочкам на новое видео на канале моих питомцев. Очень необычное, с новой тоже техникой. Короче, я старалась, не судите строго, а мы снимали на хромаке. Ладно, посмотрите, все, пока.